Аграрий Абдыхалым Таджибаев из Зарованского района Ожской области возделывает более 11 гектаров земли. В основном сеет ячмень и пшеницу. В этом году посеять подозимый покров не успел. Только сейчас начинает посев зерновых. Для получения более высокого урожая стал участником проекта поддержки сельхозпроизводителей и заказал 2,5 тонны семян пшеницы, импортированных из России. Осенью аграрий планируют получить по 55 сантиметров с гектара. Сейчас государство оказывает поддержку аграриям, выдает кредиты под низкие проценты. Вот и я взял в кредит семена 2,5 тонны. Семена отличные. Если все будет хорошо, ожидаю получить хороший урожай. К слову, агропромышленный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики стран ЕАЭС. В рамках союза также утверждены общие правила и методы обеспечения продовольственной безопасности. В прошлом году главы государств членов ЕАЭС запустили новый этап развития единого рынка семян и определили направление дальнейшей интеграции до 2026 года. Сегодня мы, к сожалению, превратились из экспортера в импортера. И это не мы одни. Во всех этих странах аналогичная картина. И обсуждалось, какие меры надо предпринимать, чтобы выйти из этой импортозависимости. Выход здесь один. Это, конечно, организация своего семеноводства, поскольку у нас, наша страна имеет уникальные климатические условия. И мы в состоянии, есть у нас кадры профессиональные, и мы в состоянии, конечно, все это производить у себя. Но сегодня у нас есть большой дефицит семян. Обеспеченность сертифицированными семенами, к сожалению, по основным видам культур у нас наблюдается от 10 до 15%. Поэтому сегодня семена таких культур, как, например, сахарная свекла, мы импортируем 100%. По кукурузе тоже порядка 80%. И по другим культурам, ну, кроме картофеля, наверное, по остальным культурам у нас тоже есть такая проблема. Кыргызстан импортозависим. В том числе и по семенам на сегодня собственной семенной продукции обеспечивает себя только на 15%, говорят в Минсельхозе. К 2020 году в Кыргызстане насчитывалось 137 семеноводческих хозяйств. После проведенного мониторинга сертификацию прошли только 96. В распоряжении семеноводческих хозяйств из 276 тысяч гектаров имеется всего 12 тысяч гектаров. Из них только 4 тысячи гектаров используются по целевому назначению, и на них возможно произвести 10 тысяч тонн семян. В то время как только семян зерновых культур в Кыргызстане ежегодно требуется порядка 130 тысяч тонн. В этом году государство уделяет особое внимание развитию и поддержке аграрного сектора. На закупку высокоурожайных семян было выделено полтора миллиарда сомов. Также улучшают систему орошения, чтобы в поливной сезон аграрии не нуждались в воде. К дополнению к этому, на развитие сельского хозяйства можно получить низкопроцентный кредит. В целом на поддержку сельского хозяйства из госбюджета выделено 26 миллиардов сомов. Одним из приоритетов сегодня является обеспечение фермеров качественными семенами и обеспечить продовольственную безопасность. Последние годы фермеры были обеспечены высокоурожайными семенами только на 15%. В период с 2000 по 2020 год урожай в стране вырос всего на 0,2%. В то же время в России он удвоился. Наша цель увеличить не только площадь посевов, но и повысить урожайность. Второе – сократить количество импортных продуктов питания и обеспечить их собственной продукцией, обеспечив продбезопасность. Для поддержки фермеров и обеспечения семенами была разработана специальная программа субсидирования. В этом году по нему предусмотрено 88 миллионов сомов. На весенние полевые работы будет выделено 60 миллионов сомов, на зимый посев – 28 миллионов. Надежда Усова, Тимур Садегалиев, АЛАТО24.